Дрифующие льдины, открытая вода, минус 35 и белые медведи. Меньше чем через месяц молодежная экспедиция, которую возглавит знаменитый полярный путешественник Матвей Шпарой и министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, отправится на Северный полюс. По Арктике юным полярникам предстоит пройти на лыжах больше 100 километров. От российской дрифующей станции до вершины планеты. Экспедиция пройдет уже восьмой раз. Например, в прошлом году испытания проходили дети со сложной судьбой. Возглавлял ее Павел Астахов. На этот раз покорение Северного полюса не столько спортивный и воспитательный, сколько по-настоящему образовательный проект. Предложение Ливанова взять в эту экспедицию ребят, которые проявили себя в учебе. Ребята вообще выбираются по всем регионам Российской Федерации, которые проявили себя в учебе и стали победителями интеллектуальных российских олимпиад. Таких ребят очень много, но считается, что может быть таким ребятам не очень хватает здоровья и физической подготовленности. Но когда сейчас мы таких ребят отбирали, то оказалось, что не совсем так, что среди таких ребятишек очень много ребят, которые очень хотят и могут идти к Северному полюсу. Из 42 претендентов руководителям экспедиции предстоит выбрать всего семерых. Самых стойких, ловких, морально устойчивых и психологически совместимых. Ведь испытания предстоят не столько на спортивную выносливость, сколько на моральную зрелость. Правда, ребята признаются, готовы ко всему. Для многих побывать в Арктике – заветная мечта. Я думаю, что мне никогда в жизни больше не предоставится такая возможность побывать там, где не было практически больше половины населения нашей планеты. И почему бы не воспользоваться такой возможностью, если предоставляют ее и ты достойна этого, я думаю. Подготовка к покорению Северного полюса серьезная. Сначала 10-дневные зимние сборы в Карелии, а затем парк высотных веревочных курсов в Рузе. Это испытание прошел и Дмитрий Ливанов вместе с подростками на высоте 10 метров от земли. Он преодолел всю полосу препятствий. До этого министр прошел на лыжах с нартами по лесу, везя за собой почти 60 килограммов. По словам главы Миноборнауки России, пройти все испытания удалось только благодаря слаженным действиям всей команды, которой пришлось быстро стать сплоченной. Все большие молодцы, потому что вы не только победители, призеры Олимпиад школьников, но и люди, которые занимаются спортом, интересуются спортом и заботятся о своем здоровье. Это очень-очень важно. И вам действительно очень повезло, потому что вы оказались в такой компании. Дмитрий Игоревич Паро – это великий путешественник. Это человек, который первым на земле добился очень серьезных результатов спортивных. И знакомство с ним и общение с ним – это большая часть для всех нас. Матвей Игоревич, в общем, человек, который очень много внимания уделяет и работе с детьми, и путешествиям. Ну и, конечно, мы находимся в стенах очень серьезного университета, специального университета. Большое спасибо за гостеприимство всем. Покорять Арктику полярники отправятся уже 10 апреля. 100-километровое путешествие к вершине планеты займет 6-7 дней.